Как успешно нарастить здоровую корневую систему без затрат и потерь времени? Хочу сегодня показать вам, как мне удалось получить хорошую, правильную корневую систему у маленьких ростов деток орхидей благодаря использованию нехитрому приему, а именно ежедневному протиранию по листу препаратом перекисью водорода 3%. С дозировки на 50 мл 5 капель с пипетки. И посмотрите, какое сейчас положенство можно наблюдать, лицезреть на моих орхидейках. Такое скопление корней и здорового листва говорят о том, что скоро я вполне полноценно смогу заняться вопросом вплотную их раздельного существования. Вот сейчас можно посмотреть, какие коры мне удалось раздобыть, благодаря тому, что я стала практиковать практически ежедневные. Если у меня есть возможность, я могу даже повторить обработку и утром, и вечером с добавлением перекиси водорода. Его очень часто в народе позиционируют именно как стимулятор роста. Даже не так, как препарат в основном антисептического свойства, а именно как стимулятор роста, как иммуномодулятор. Как видите, абсолютно неспроста. Можно убедиться в этом, посмотрев, осмотрев мои растения, полностью их корни. Это молодые росты, которые сейчас, как сами понимаете, нуждаются в большом моем внимании, пристальном внимании. Потому что их большое количество, я на днях их отделила от материнской орхидеи по показаниям того, что они достигли своего размера. И уже вполне себе могут существовать спокойно, отдельно. Плюс ко всему, материнская орхидея также стала наращивать корни. Это тема для другого видеоролика. И, конечно же, согласитесь, ей уже нужно немножечко отдохнуть. А вот хочу показать вам самую первую орхидейку, которая была 11-й верхняя. И она была отделена от материнской орхидеи на стоносе самой первой. Решила в видеоролике в контексте этих орхидей обязательно уделить внимание и этой детке. Потому что судьба ростов, особенно деток, полученных путем использования гормональных препаратов, цитокиновой пасты в частности, конечно же, многих интересует. Поэтому вот вам показываю, что она чувствует себя превосходно. Сидеть в системе влажной. Вот показываю, какие у нее корешочки. Активно растут, развиваются. Есть новые росты, то ли цитонос, то ли детка. Здесь корень также смотрит вверх. Корни хорошие, зеленые. Хорошего качества. Можно, в принципе, констатировать тот факт, конкретно говоря за этот рост, за первую детку, что она практически достигла своего эпогея предела, в плане того, что можно уже ее полностью считать успешной моим проведением эксперимента. Что конкретно говоря за нее, он удался на 100%, не побоюсь этого слова. В системе она сидит на поддоне полностью с водой. Показываю. Этот поддон, он полностью, в нем находится вода. Постоянно. Я стараюсь за этим следить и своевременно возобновлять уровень, чтобы он освежать воду, менять в случае необходимости. И тем самым орхидейка постоянно подпитывает свой необходимый уровень влажности. Поэтому, как вы могли заметить, корни у нее во влажном состоянии. Сегодня мы сделаем обработку орхидеи с использованием препарата перекиси водорода. Я приготовлю этот раствор, и мы вместе с вами обработаем листья. Делаю все так, как я это делаю сама лично, в домашних условиях.